что там есть ну вот брат давай расскажи вот у тебя мысли какие-то пришли сейчас по поводу ты вот написал в чате да надо разобрать посмотреть во свете библии хорошо без проблем игнатий технич приветствую еще раз дело такое в последние дни может даже месяца перестал ходить в церковь по какой причине посещают меня различные мысли о том о том что в церковь в данную церковь которая сейчас предлагается нам да ну современная православная церковь ничего полезного мне не дает потому что я прихожу туда там все одно да потому же никакой проповеди никакого разбора слова божьего только одно да потому исповедь причастие и пение которая с трудом разбираю а иногда и вообще не слышу потому что батюшка на исповеди говорит громче чем пение вот и понимаете вопрос навязывается такой какой вопрос вот господь в священном писании говорит нам да будете пить кровь мою и есть хлеб мой я вот почему-то мне мысли такие приходят в голову может это все таки не о каком-то там он причастие говорил что нам сейчас предлагает церковь православная да вот там вино пьем как причастие там хлебушек запеваем может он все-таки говорил о том что будете так же как и я проливать кровь такую же как и я страдать как и я будете оболганы будете оклеветаны людьми и будете нести тот же крест который нес и я крепитесь якобы ну спасайте души свои молитесь помогу вам но придется пройти этот путь вот а современная церковь православная она уже как-то подстроилась под это писание и придумали вот этот обряд причастия там хлебушек вкус вкусать скушать и так далее так далее вот почему-то меня такие мысли посещают вот как-то не знаю ну вот прихожу я огорчаюсь потому что слово не разбирается в церкви никакой проповеди одно да потому же объясните пожалуйста может это дух заблуждения во мне что-то отлукавого идет а вы давно стали столько входить ну лет пять назад я хожу уже как уверовал в господа как пролил три ведра слез покаяния потом три ведра радости слез радости о встрече с богом вот было у переживал такую встречу господа вот я не знаю эти места церковь понимала только так как и под никакой это не хлебушек а тело хлеб превращенный в тело иисус сказал его слова мы не можем переначить игорь сие есть тело мое сие вот это что дает и виновен против тела будет не против хлебушка кто недостойно причащается поэтому подобные разговоры они идут от темной силы и потому говорится интересно что евангелие от яна 6 глава 66 сих три шестерки прямо и народ разделился соблазнили с этим именно этим я даже значит шестерки смотрю и думаю это тоже не случайно церковь никогда не понимала по-другому это как тогда бывает я думаю он хотел сказать ты можешь что угодно думать но сказано то определенно вы берете именно 6 главу евангелия от яна открой и вещества прочитаю чтение изучение писания конечно но скажите там прямо говорится прямо щетка щетка определенно давай виталий это сказать это прочитай вячеслав так так вот отцы наши ели ману в пустыне как написано ломана и и буквально собирали ели значит тут мы не сомневаемся дальше так сейчас он у него звонок прошел сейчас и вот сейчас он вернется еще раз повторим а что это означает звонок но он с телефона если ему на телефон звонят то как бы skype сверх skype сковорачивается видите он говорит я уже церковь 22 месяца не хожу и вот у него такие мысли пошли уже после этого то есть это явно а так православные пошли так ты за них отвечать должен ты руководишь ты же не баран если так так понимаешь у тебя уже ничего и нету никогда что-то где-то разнились а это даже еретики первых веков понимали буквально взял сия есть тел взял хлеб я еще буду говорить не хлеб хлеб а почему дальше я должен слово сия с телом и переначивать опять в хлеб на каком основании тем более все толкователи сходятся одинаково видите я сейчас объясню он ему дух говорит что это как бы речь не о том что надо есть о том что надо идти путем христовым на на голгоф и иди от к этому отношения не имеет стучат игнать их вы уж простите что я вас оторвал потому что у вас уже поздно еще тут такого нету сейчас видно висит на этом сейчас его удалю и опять сейчас ему удалю и позвоню опять ему чтобы она просто так что-то пока не так пока недоступен но в принципе я тут конечно смогу объяснить тоже сам много чего ну попутно держи там посмотри приготовь место из коринфянам один согласен он говорит и кто недостойно причащается виновен против тела эти места приготовь уже готова сейчас у меня уже все открыто все здесь на связи а вот смотри читаем писание да это карточка то нету вида леса то вот так говори так вот сейчас читаю так отцы отцы наши ели ману в пустыне как написано хлеб с неба дал им есть но тут мы не можем переименовать хлеб дал дал хлеб и все зачем муку дал что ли ну не муку же дал а хлеб это слово дал им заповедь дал хлеб дал они варили как мука она в таком виде собирали ее она как манна была у них на веточках собирали как крупу какую вы думать еще там пирожки веселье или что там прямо говорит утром стали вот нечто белое прямо описывается что-то белое это как снег посыпанный они собирали это там варили и ели да как мука если хотите как крупа как манна почему и говорит манну ел человек манна а манна это пшеница мелко перемолотая мука и есть и так понял иисус же сказал им истинно истинно говорю вам не моисей дал вам хлеб с неба а отец мой дает вам истинный хлеб с небес ну так мы должны это принимать или нет почему послал это в притчах 30 глава 5 6 стих говорится всякое слово господа чисто чисто не прибавляй к словам его ни одного слова чтобы он не обречил тебя ты не оказался лжецом при своих намерениях дутых и все лжецом а участь лжецов озере огненным все кончилось ибо хлеб божий есть тот который сходит с небес и дает жизнь миру так то какой жизнь какой речь идет о христе он с неба сходит и потом так отцы ваши ели манну в пустыне и умерли так хлеб же сходящий с небес таков шуядущий его не умрет вот разница есть между той мукой манной и и другим которых а тот не умрет смерть и жизнь что сравнивать то чтобы хлеб обыкновенный едят и назывался жизнь этого никогда не было он для жизни дал но не жизнь в них в словах которые мы ничего не добавляем разница даже там умерли умерли а этот не не умрет то есть он оживотворяется кто не будет есть не будет иметь себе жизни там только вихре враждебно веют над нами будет и дальше я вот почему спрашивал то может быть сейчас 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 александр до конца до досмотрим и дальше разговаривать не придется ни о чем давай я хлеб живый шедший с небес едущий хлеб сей будет жить вовек хлеб же который я дам есть плоть моя которую я отдам за жизнь мира а плоть которая ему дана и которой он умер и никто не ест речь идет о том что нам дают а мне стало скучно это небо на земле как златоус говорит притом никогда 20 столетий не понимали по-другому а понимать по-другому это ложь а господь вертия с вами во все дни до скончания века и так же понимает буквально у католиков григорий на армян коптов и сирийца все одинаково понимают это таинство если это неправильно тогда это не христос был это обманщик был почему он сказал с вами во все дни до скончания века это не может быть чтобы во вселенской церкви 2000 лет обман был а это центральная часть нашей жизни далее сколько 2000 лет уже идет причастие ну почти что почти что 2000 лет когда люди сейчас 21 год осталось еще 12 лет пройдет и будет так ну и что дальше иудеи стали спорить между собой тихо иудеи стали спорить между собой вот именно спорить стали это такие люди были тогда которые христа не приняли они по своему начали думать и начали спорить похоже дальше говоря так как он может дать нам есть плоть свою как еще мы не отличаетесь перенесите себя мысленно туда и вы среди этих людей стоите и дальше нас ужас сказал им истина истина говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизнь пить не жить для того чтобы мы кровь за христа проливали об этом другом месте сказано а есть в устах которые опаляются им а теперь открой там я это по коринфянам как должны мы к этому приступать готовиться с трепетом стоять а не то что я в церковь не хожу за то что ты три воскресенья пропустил тебя уже из церкви исключают ты уже чужой все бы так делали а ну игнатий тихонович мы уже в церковь приходим как чужие уже кто вы кто вы кто вы за кого вы отвечаете я за себя и за своих близких говорю мы никогда так у вас видно я вижу как у вас церковь я наблюдаю за вашими видео его у вас действительно что то есть такое истинное а вот наших городских вот этих храмах я про это говорю понимаете в чем дело я в городе нахожусь александр я в городе нахожусь и в деревне и причащался вот только недавно у нас полная тишина какой порядок сначала мы дети потом мужчины потом женщины так вещества в считай и вот он теперь уже апостол павел говорит о том что они ели апостол павел апостол христа как апостол делали и он говорит ибо я от самого господа принял то что и вам передал что господь иисус в ту ночь в которую предан был взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал примите едите сие из тела мое за вас ломимые так по порядку взял хлеб и христос взял хлеб а подал тело в это время руками священства дух святой превращает и сколько раз было показано когда молились прямо показано тело а мы едим как будто видим видим хлеб чтобы у нас организм это принял а на самом деле ангелы видишь это тело зарезанный младенец и дальше сие творите творите в мое воспоминание вот что на голгофе был умер этого имя христа и дальше что также чашу после вечера и сказал сияешь часа есть новый завет в моей крови сие творите когда будете пить в мое воспоминание ведь тоже кровь а вино налили потом что ибо всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть господню возвещаете доколе он придет так это не все еще дальше что посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу господню недостойно виновен будет против тела и крови господней не против хлеба допустим я дома ем хлеб и что-то уронил или что-то а тут именно против тела виновен будешь ты а ел хлеб глазами видел хлеб а на самом деле это тело тут толковать еще не надо это надо бросить из себя а кто не достоин есть хлеб и питья но говорит господь если ты начал приносить жертву и вспомнил что на тебя брат имеет положи жертву пойди прежде примирись это не достоин говорится это исповедь говорится и на исповеди мы должны знать допустим я желаю причаститься но оказалось что я кто-то то то сделал священник должен разрешить какая пить имя есть или нет ходила святы какому-то кашпировскому колдуна на пять лет отучаешься а если сам волхвобал на 18 лет женщина аборт сделала выздоровела она пришла она 10 лет должна быть отучена правило василия великого второе на все каноны и поэтому когда священник оглашено из идите перед причастием который за грех который не крещен они выходят другое место выходят их из храма выводят или где-то там коридоре стоят они должны быть у нас так и есть а то батюшки пришли тут бабушку хоронить а он даже не спросил там крещеная не крещеная христианинка не христианинка и давай это неправильно но вы-то от этого не даже поступать неправильно выходе как ходили так и ходите вы молите у бога прощения что не ходили и дальше стойте и трудитесь он там говорите так ты молись здесь ангелы присутствует как говорит златоус хор не просто хора прославляющий бога не надоедает это все надоедает и работа и в баню все надоедает но мы даже делать с радостью и все что делаете делать и как для господа вот весь ответ он неправильно священник ты молись поговорить с ним мы то такие же люди и также православные но у нас тишина все одеты по форме вы видели как у нас есть у нас чужой не будет чужой он сразу будет выйду выдворен что стоит подстрижены выбритые подбритые под усики подстрижены борода подстрижена так александр я не знаю как я к такому я к такому не пойду бритый для меня чужой я найду другой храм где не бритый у нас бритый не один даже к крещению не будет допущен вот какая шикарная борода красивая бог дал слава господу это смотреть спасибо игнатий технич у вас тоже очень приятно шикарная борода у вас видел ваши фото фотографии в молодости даже больше моей моей годик всего лишь александр брат смотри а как думаешь вот храм в котором были священники вот те иудейские еще священники уже после распятия христа после его вознесения уже святой дух сошел на апостолов в храм тот можно было ходить там и все господь за завису разодрал напополам дом ваш пуст сказал дом пуст он ваш пуст а считаем третью главу они туда идут храм сейчас молитвы девятый уже после совершения духа святого петр и анд апостолы показали путь подражайте мне павел вид как я христу а так мы самого на дел одна новая секта появится их и так 21 тысячи но у меня по этому поводу есть мысли господь говорит писание слушайте слушайте но не поступайте по делам по делам по делам о поступках о поступках не подражать чтобы бери ты может быть он блуде их не подражай в этом но он же не говорит делайте так а так вот смотрите на тихо господь говори давно священное писание говорит слушайте их но не подражайте так как понимаете что делается проповеди то нету мы не можем подражать в этом потому что он совершает таинство а я не священник еще подражать он делает все правильно он же не квас туда налил а вино дело в том что понимаете я говорю что говорится слушайте но не подражайте так даже и слушать то некого потому что проповеди нету от от священника проповеди не говорится вышел свечку подержал что-то прочитал немного все вот одно да потому же есть конечно я смотрю я смотрю где то есть проповедники все равно у нас хорошие проповеду то такие как вы рассказывайте что-то ну говорите говорите людям о боге а правиль а священное писание растолковывайте разжевывайте но в храме то нету этого понимаете в чем дело в церкви нету у нас то тоже не было мы с нуля начали то так бы я ходил роптал чтобы было а я каждый раз тогда здесь нельзя люди выходят я собираю тут же проповедую во дворе я проповедовал везде и в кремле и василия блаженного и трудно найти место где не проповедовал и когда с проповедями проехали мы и тысячи проповедей сказал мы проехали 120 тысяч километров все государства европы скандинавии прибалтики и в каждом месте одарил свои 38 того на нынешние деньги мы сделали подарок на 35 миллионов рублей никто этого никогда не делал за всю историю мировую а мы на это не смотрим не бог положил на сердце я обязан это делать потому что я люблю моего господа вот когда я не был чтецом еще храме нельзя было говорить а в трапезной говорил проповедь если у меня горит этот огонь уваженный богом его никто не потушит и вот допустим мы едем рядом со мной стоит протоирей знаменитый кандидат богословских наук и он спрашивает вот сегодня такое место писания надо тему говорить как бы вы говорили я ему говорю как я всегда готовились проповеди хотя мне не готовит не это не придется говорить я просто по графику смотрю какие места писания считать я на них проповедь иду и сам за себя я ему говорю он тогда выходит и начинает говорить что ему дорогой сказал а у меня нет образования ни гуманитарного ни религиозного я самоуком 50 уже восемь лет занимаюсь непрерывно понимая вас понимаю не понимаю господь все все в господи дух святой открывает на многое поэтому я обратился к вам чтобы немножко вразумили меня потому что лукавые знает все слабости он так в мысли вникает в наши такую кашу может в голове заварить что вот если бы не вы то сложно сложно самому одному как говорится вот что-то да понимать где-то лучше посоветоваться с братьями вот с духовным городе красноярске сибири в красноярске красноярск соседи наши красноярске слушай-ка прям внутри города живете а конечно коренной житель всю жизнь прожил тут так слушай внимательно внимательно слушай это Вячеслав ты можешь дать адрес Соболева Юрия поищу я поищу в моем мире моем мире он у меня есть там телефон все есть он преподает в государственном университете у вас в государственной академии и метрополии ведет подготовку людей категоризаторские курсы вот с кем познакомиться надо вам семья вся верующая жена и дети какие посты занимают он умница удивительный и все понимает правильно когда он услышал андрей кураев обо мне говорит так он меня нашел все книги мои приобрел и теперь вот мы с ним друзья много лет уже юрий соболев жду от вас контактика либо какой-то там не уходите далеко как на тихо вы сами посмотрите хорошо я вам скину а вы ему хорошо а то иногда и поговорить охота с кем-то знаете тоже души рвется вот вот это охота найти брата по духу по вере для общения для назидания как бы друг друга дополнять словом где-то делом быть как бы ну братством а не знаю нету нету вокруг не вижу вы сами начинаете делать мы приехали пустой город мы не знали никого но первый раз мы вошли один храм был только пока мы вышли бабушки уже в первый день мы человек 30 приобрели сразу с ними пошли уже квартиру все дают я приехал ты ни одного человека не знал и в первый же день уже все узнали когда мы больше не побежали никуда мы стали беседовать тут же и люди вокруг кучковастя кто-то отошел кто-то врагом сделался потом друзей много ходили к баптистам сколько из них пришло приняли православную веру священниками стали это твой труд ты с этими душами к богу явишься а выше этого ничего нету что мы радуемся ребенок родился это никуда не идет радость а когда душа когда обращается радость бывает у ангелов на небесах только по одному делу ангелы тебе будут радоваться роптать будешь еще нету просто бог рога сломит и убьет стой согласен согласен с каждым словом где ты есть это есть то поприще куда бог поставил то и твое поприще есть да конечно вы начинаете на том месте так виталий сказать это вячеслав у тебя есть это занятие по евангелию от марка пособия есть конечно вот ему и скинь если одного человека другого найдете там который пожелает слышать вы начинаете делать но когда будете проповедовать где там дома там собирается скажите священнику пригласите его чтобы он потом не упрекал он не пойдет на вы все-таки скажите скажите мы решили изучать евангелие от марка батюшка придите к нам нам удобно будет весело ну расшевелите его да плохо про него нигде не говорите все равно не узнают он с вами разговаривать не будет а он не придет и когда скажет потом счет у тут отдельно я батюшка приглашал вас а вы не пришли то есть вы себе алиби создадите если вопросов нет я сейчас пойду адрес искать вещества перешли он вам спасибо христос спасибо большое всего доброго александр с богом выходи сколько лет сколько лет мне 33 возраст христа а вы крещение имеете правильное полное с погружением нет в детстве меня крестили но не так готовьтесь готовится юрий приехать сюда и вы с ним познакомитесь когда красноярск рядом у нас крещение в этом году будет 11 июля в озере все это бесплатно играть и тихо я давно горю огромным желанием посетить ваш город увидится с вами если бог даст молитесь пожалуйста за меня за мою семью чтобы мне приехать со своей семьей покреститься на всем праздником всего вам доброго так все александр давай мы тебя ждем хорошо на связи далеко не уходите его наши ресурсы все скинь он все в курсе мы уже общались на молитве пускают что с нами чтобы был с нами на молитвах уже все и на занятиях все свое а за это сходите на исповедь попросите у бога прощения что не ходили в храм прямо признайся священнику твоя душа освободиться от этого гнета это необходимо хорошо огнятихность всего доброго кроме православная церкви не ищи ничего и заблуждение везде хватает но здесь меньше всего понял понял все ухожу